Жигулевская гидроэлектростанция Жигулевская гидроэлектростанция, вторая по мощности на Волжско-Камском каскаде. В нашей ситуации интересно тем, что на одной стороне находится город Тольятти, который мы покинули на другой стороне, город Жигулевский. Признаюсь, Жигулевская гидроэлектростанция впечатлила бы меня больше, если бы я не видел Красноярскую и Саяно-Шушенскую. Возвращаясь к началу нашего пробега, я хочу отметить один из этапов подготовки автомобилей участников. И здесь мы благодарим Руснано, официального дистрибьютора компании Супротек, за чистые стекла и безупречно работающие двигатели и трансмиссии наших автомобилей, также обработанных средствами защиты Супротек. Ну, а результаты обработки в конце пробега. Три салфетки, пять минут и идеально чистая поверхность на протяжении трех месяцев. Нано-Протек вместе с нами пробег. Вы наверняка заметили, что основные точки нашего маршрута, точки, где мы останавливаемся, это крупные города. Совершенно понятно. Но, на мой взгляд, было бы неправильно не заехать в провинцию. В хорошем смысле этого слова. Что вы знаете про город Хвалынск в Саратовской области? Наверняка немного. Но теперь вы будете знать, что Хвалынск – это родина Петрова-Водкина. Помните купание Красного Коярса? Мы используем 3G от Теледва, потому что это недорого. Теледва – это федеральный оператор мобильной связи, поэтому у нас есть качественный интернет на протяжении всего маршрута. Что-то мне подсказывает, если на гербе города изображены три осетра, место здесь должно быть рыбное. А еще на въезде в Хвалынск продают груши, яблоки и сливы. Здравствуйте! Как поживаете? А можно сливы попробовать? Можно попробовать. Ой, спасибо. Сорта яблок. Пепин, шафран. Это они, свод, и едят шафран. Очень вкусные яблоки у вас, спасибо. И виноград местный? Или нет? Да ладно? А что за сорт такой? Это Вера, это Кадрянка. Еще я вам просто рекомендую взять и подняться на эту гору, хоть зимой, хоть лето, потому что отсюда открывается потрясающий вид. Во-первых, на Волжское водохранилище, которое, как вы помните, образованное Жигулевской ГЭС, а во-вторых, на эти огромные сельскохозяйственные угодья, на которых, опять же, напомню, растут яблоки, груши и сливы. Ну, а если говорить про самое интересное, что нам удалось обнаружить в Хвалынске, то я вам настоятельнейшее рекомендую. Хвалынский горнолыжный курорт. Самый настоящий, причем круглогодичный. Конечно, скатиться летом на лыжах с этой горы не получится, зато вы можете искупаться в подогреваемом бассейне под открытым небом. То же самое можно совершить и зимой. Представляете, зимой вы катитесь на лыжах, потом отправляетесь и купаетесь себе спокойно в бассейн. Очень чудесное место. Хочу спросить тебя, Алексейка, горнолыжник горнолыжника, как тебе трасса Хвалынская? Трасса нормальная, ну, конечно, больше положняка, но есть веселые места, где вот сверху, в самую верху. Есть такая полка, где сначала такой полуположняк, а потом будет мейн-полета. Но, не вдаваясь в терминологию, можно сказать, что хотел бы покататься здесь. Ну, разок можно. Если бы мне кто-то сказал, что в городе с населением в 14 тысяч человек есть такое место, я бы не поверил. Наверное, как и вы, определенно, жителям Хвалынска очень повезло. Представляете, как здесь зимой, когда вот там катаются с горы, а ты сидишь спокойненько и наблюдаешь за этим увлекательным процессом. Курорту 10 лет, самому как горнолыжному, да, когда мы заявлялись. И несколько лет мы работаем как круглогодичный комплекс. Поэтому два года назад был построен комплекс Хвалынские термы и пивоварня крафтовая. Это то, что нам позволяет продвигать себя летом. Люди всегда летом хотят воду, купаться. Поэтому вот Хвалынские термы, собственно, сейчас мы и увидим. Если вам может показаться, что это обыкновенный бассейн, ну, такой, как у нас в Бобровом Логе, в общем-то, так оно и есть. И одним единственным исключением дело в том, что Хвалынские термы – это подогреваемая вода, которая идет из натурального источника. И этот бассейн функционирует круглогодично. То есть зимой вы можете наблюдать, что горнолыжники спускают со страц, а потом приходят сюда и спокойно плавают. Класс! А в этом месте я хочу признаться в любви к нашему автомобилю. Потому что если бы не Арктик Тракс, у нас было бы намного меньше красивых, масштабных, объемных и очень высоких съемок. Для нас не существует дорог. У нас есть только направление. И я очень этому рад. Большое спасибо Арктик Траксу, потому что если бы не эта машинка, и мы, и вы увидели бы намного меньше. Ну вот и первое дорожное приключение, слава богу, связанное и не с нами. Только что перед нашим первым автомобилем, который шел в колонии, «Газель» въехала в фуру. И, соответственно, все содержимое «Газели» вы можете наблюдать на дорожном покрытии. Мне, конечно, очень неприятно, с учетом того, что темное время суток, да еще какой-то непонятный смог стоит. Вам попасть ли? Да нет, не обязательно. Не надо? Да я могу. Раз, два, три! Мы в Саратове! Давайте прогуляемся и посмотрим на всю эту красоту своими глазами. А здесь, поверьте мне, есть на что посмотреть. Здесь созданы целые реконструкции военных сооружений. Никогда и нигде я не видел такого неба, такой чистой голубой лазуре, как в Камышине. Партнеры проекта. Компания «Артик Тракс Россия. Расширяй свои границы». Сеть салонов оптики «Оптика Давыдов». Оптика с именем 292-03-74. Страховая группа «Надежда». Оформи полис страхования имущества и выиграй один из трех автомобилей. Официальный оператор мобильной связи автопробега, оператор с низким уровнем цен «Теле2». «Теле2» честно дешевле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова